Духовное исцеление. 9 сентября 1990 года. Приветствую вас от всего сердца. Что я могу вам такого сказать, чего вы еще не знаете? Я могу только сделать свое собственное признание. Когда я использую место имени «я», я говорю о всеприсутствии. Поэтому, когда я делаю признание, то не говорю о себе. Это включает нас всех. Я есть сознание. Сознание – это всеприсутствие. Когда я говорил «я есть, то я есть», это означает, что в действительности мы ничто иное, как чистое сознание. Это как классная доска. Вы можете рисовать на доске картины индейцев, как они сражаются с ковбоями. Но что происходит с доской? Ничего. Вы можете стереть эту картину и нарисовать другую. Теперь вы рисуете пляж, солнце, песок. И это прекрасный, балголухающий день, с температурой примерно 25. Что происходит с доской? Ничего. Потом вы стираете это и рисуете шторм или ураган. Людей сносят, ветер дует со скоростью 90 миль в час. Что происходит с доской? Ничего. Это правда и для наших жизней. Через какой опыт вы бы ни проходили, каким бы ни было переживания, я могу заверить вас, что это не имеет к вам совершенно никакого отношения. Проходите ли вы через ужасный опыт, прекрасный опыт? Вы как доска. Это только картина, игра сознания. Вы свободны. Вы яркие и сияющие все время, как солнце. Иногда тучи скрывают солнце. Говорите ли вы, солнце нет. Когда тучи рассеиваются, солнце сияет снова во всей своей славе и великолепии. И так, когда кажется, что у вас есть проблемы, какими бы они ни были, не пытайтесь разрешить свои проблемы, как все остальные. Лучше устраните тучи темноты. Позвольте тучам рассеяться. Как вам это сделать, успокоив ум? Когда ум тихий, солнце вашего сердца засияет опять, и вы будете свободны от проблем. Я есть то. Я есть та абсолютная реальность, что никогда не рождалась и никогда не перестанет существовать. Я есть чистая разумность. Один и тот же, вчера, сегодня, завтра. Я есть пустое пространство, нирвана. Я есть санк-читананда, бытие, существование, блаженство. Я есть блаженное сознание. Вода не может утопить меня. Огонь не может обжечь меня. Я всегда был и всегда буду. Это и есть истина. Она не меняется, как доска. Неважно, какая картина возникает, это не имеет ко мне совершенно никакого отношения. Я пребываю истинным я. Истинный я – моя защита. Истинный я – я сам. Я могу выглядеть обладающим телом, умом, но это не истина. Это гипноз, иллюзия, майя. В действительности я не являюсь телом и умом. Я не есть деятель. Я есть чистое сознание, абсолютная реальность, парабрахм. И это истина. Сегодня мне звонила одна женщина утром. Сейчас ее нет. Она хотела, чтобы я что-то рассказал о духовном исцелении. Подумайте о духовном исцелении. Кто должен духовно исцелиться? Кто может мне сказать? Никто. Вот это ответ, правильно. Никому не нужно духовное исцеление. Но заблуждаясь, мы видим другую картину. Люди говорят, Христос исцелял людей. Как же так может быть? Как так может быть? Я не знаю. Потому что я предполагаю, он так чувствовал. Это была его дхарма. Но вы когда-нибудь интересовались, что произошло с теми людьми после исцеления? Возьмите, к примеру, Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых. Начнем с того, что Лазарю тогда было 50 лет. А в те времена, дожить до 50 лет, было, как сейчас, дожить до 90. Он считался стариком. Когда его оживили, сколько еще он прожил после этого? Жил ли он вечно? Год, месяц, день? Никто не знает. Люди, которых Христос исцелял от целепоты и проказа и другого. Как долго они оставались излеченными? Он сказал, иди, не греши. Что означает, прекратите думать так, как вы думали. Потому что именно ваш ум стал причиной так называемых проблем. Конечно же, они не поняли того, о чем он говорил. Невозможно изменить своем так быстро. Поэтому очевидно, что их болезни вернулись к ним. Если вы пребываете истинным «я», нет никого, чтобы исцеляться. Есть еще одна история про Рамана Махарши. Одна из его учениц, которой была с ним около 40 лет, она была его преданной. Она жила в доме для учеников. Помните разницу между учеником и преданным? Ученик – это тот, кто приходит от случая к случаю на встречи. Тот, кто читает материалы разного рода, запутывается, посещает сотни различных встреч в неделю. И никогда ничего не практикует. Это ученик. Преданный – это тот, кто остается на одних встречах с одним человеком. Живет ради этих встреч и ради этого человека. И так его преданная лежала в кровати, умирая от рака. И одна ученица ухаживала за ней. И вот ученицам говорит преданной. «Посмотри, что с тобой происходит!» И начала плакать. «И это то, что Бхагаван сделал для тебя? Если это Бхагаван, я не хочу с ним знаться». «Вот так, – говорит ученик, – посмотри на себя. Ты истощена, одни кожи да кости. Ты умираешь. Как такое могло произойти с тобой? Ты была такой преданной Бхагавана 40 лет». Услышав это, преданная быстро приподнялась и сказала. «Ты глупая. Разве Бхагаван это значит для тебя? Это твой ум видит такую картину. Я не умираю. Как я могу умереть? Это ты видишь такую картину. Поэтому ты плачешь. Ты думаешь, что я тело, и ты чувствуешь жалость к телу. Поэтому ты расстраиваешься из-за Бхагавана меня и себя. Неужели ты не видишь, что я не тело? Никто не болеет. Никто не умрет». Ее взгляд и улыбка на лице были прекрасны. С этими словами она легла обратно на постель и покинула свое тело. У нее было самое что ни на есть милосердный вид. Ее улыбка выглядела прекрасно. Когда Бхагаван услышал эту историю, он сказал «Она не вернется назад. Она освобождена». Что мы видим? Когда мы смотрим на мир, видим ли мы нехватку, ограничения, человеческую бесчеловечность друг к другу? Видим ли мы болезни, бедность, войны? Или мы видим любовь, гармонию, покой, радость? В действительности мы видим самих себя. Если вы спешите и беспокоитесь, вы всегда верите, что нечто негативное встанет у вас на пути. И поэтому вы всегда наперед составляете план, загодя, чтобы обезопасить себя. Вы на самом деле убиваете себя. Вы не понимаете, что это ваш ум создал такую картину для вас. И чтобы с ней справиться, нужно не стараться улучшить обстоятельства, а затормозить свой ум. Сделать ум тихим, спокойным, безмятежным, умиротворенным, мирным. Когда ум становится тихим, спокойным и безмятежным, автоматически приходит божественная гармония. Каждое отрицательное обстоятельство, которое вы видите в жизни, это ложь. Каждое положительное обстоятельство, которое вы видите в мире, это ложь. Действительность за пределами положительного и отрицательного. Почему вы видите эти вещи? Почему вы волнуетесь и беспокоитесь по поводу своей жизни или жизни еще кого-то? Что с вами может случиться? Куда вы можете уйти? Кто страдает? Страдает только тело, яга-ум. В той мере, в которой вы осознаете, что вы не есть тело и яга-ум, в этой мере вы становитесь тотально и абсолютно свободными. Я думаю, что рассказывал вам эту историю, когда я был с ним Карали-бабой. Одна из его преданных пришла к нему и сказала, «Мастер, мой муж умирает, только вы можете спасти его». Ним Карали был старым забавным типом. Он посмотрел по сторонам и сказал, «Я? Я могу спасти его?» Он посмотрел на всех своих преданных и сказал, «Что я должен сделать?» Его преданные сказали, «Пойди спаси его». И мастер сказал, «Ладно». И вот мы все потащились целую милю по дороге до маленькой лачуги, где лежал ее муж со свечами вокруг. Ним Карали-баба посмотрел на него. Когда он на него посмотрел, свечи начали мигать, и мы все вышли. Тот на нем Карали-баба начал бежать обратно к своему ашраму, и все остальные побежали за ним. Когда они добрались обратно, его спросили, «Мастер, почему вы убежали? Что случилось?» Он обернулся и сказал, «Ах, Господь хочет, чтобы он умер». И на этом все закончилось. Другими словами, то, что является дхармой человека, произойдет. Но вы не имеете к этому совершенно никакого отношения. И это включает вас. Все, что проживает ваше тело, было предопределено до того, как вы приняли это так называемое тело. И ваше тело будет проживать все, что оно должно прожить. Вы должны осознать, что вы не тело, что вы не имеете к нему совершенно никакого отношения. В той мере, в которой вы осознаете эту истину, в этой мере вы станете счастливыми и умиротворенными. И вы прекратите беспокоиться и волноваться, перестанете пытаться что-то изменить. Вы будете спокойны сами по себе, дома, где бы вы ни были. Вы будете в мире, но не от мира сего. Итак, духовное исцеление – это ложь, потому что оно подразумевает, что кто-то болен или не в своей тарелке, или страдает от чего-то. Будь это депрессия или нехватка дружеского общения, что бы это ни было, все это ложь. И вы должны начать узнавать истину. Смотрите в себя. Это не означает, что вы должны сесть и ничего не делать. Это означает, что все, через что ваше тело должно пройти, оно пройдет. Хотя это и не существует. Ваше тело в действительности – ваш атман. Это чистое сознание. Это абсолютная реальность. Это то, чем является ваше тело. Это причина, по которой вы никогда не должны унижать себя, обзывать себя и думать, что вы плохие и слабые, или что с вами что-то не так. Вы не то, что возникает. Когда вы делаете такие утверждения, негативные утверждения о себе, на самом деле вы затягиваете себя обратно в маю, глубже и глубже в иллюзию, в сознание, ум, тело, в сон. И сон становится более реальным для вас. Вы полностью захватываетесь им. Это все равно, что вы смотрите фильм, и вместо того, чтобы смотреть, прыгаете в экран, хотите сыграть роль в фильме, и забываете, что вы не часть кино. Но вы начинаете воображать все в лицах, пока не захватываетесь этим так, что действительно думаете, что вы в фильме. Вот так и сейчас. Подумайте о себе, о так называемых опытах, через которые вы проходите. Как глубоко вы захвачены ими. Подумайте. Вы можете рассказать мне о том, что чувствуете. Если вы боитесь, если у вас есть сомнения, опасения, подозрения, тогда знайте, что вы действительно захвачены мутью. Я думаю о зеленой мути, которую я пью каждое утро. Итак, вы говорите, а что касается вас, вы пьете зеленую муть, как же так? Что я делаю каждое утро? Я просто просыпаюсь, спонтанно бросаю все в блендер, я не думаю об этом. Делает ли это меня больным или здоровым, или еще каким-то? Какое у него там действие? Я смешиваю все вместе, затем наливаю это в гранулу, сухой завтрак из плющенного овса с натуральными добавками. И яма-то. Так случилось, что мне нравится вкус этого, иначе бы я его не ел. Я бы этого не делал, если бы мне не нравилось. Но когда я заканчиваю, на этом все. Я не думаю об этом. Я ничего не порицаю и не оправдываю. Я просто делаю это. Таким образом, я обхожусь совсем, спонтанно. Теперь подумайте. Если вы думаете о том, что вы не тело, ваше тело не будет нормально функционировать. Или же вы попадете в беду. Вы попадете в беду только тогда, когда действуете неискренно. Другими словами, когда вы притворяетесь духовными. Но когда вы настоящие преданные истины, истинного я, автоматически в вашем так называемом теле хорошо заботятся. У вас есть интуиция. Она приходит сама по себе. Вы даже не знаете, что это интуиция. Вы делаете правильные вещи для всех заинтересованных. И это случается само по себе. Это может быть действительно забавно, как история, которую я вам сейчас расскажу. Жил-был однажды настоящий скряг. Настоящий жмот. И были у него миллионы долларов. Но он всегда жаловался, что не мог позволить себе оплату билета на автобус, и поэтому он шел пешком. Что не мог позволить себе купить стакан лимонада, и поэтому он испытывал жажду. Настоящий скряга. Я уверен, вы знаете таких людей. И вот он постарел и должен был уже скоро умирать. У него появилось чувство вины, что он никогда никому не помогал своими деньгами. Он просто копил их. У него были миллионы долларов, сберегаемые в банках. Но он верил в райад. И он волновался по этому поводу. Что же мне делать? Тогда он послал за священником, попом и раввином. Он подумал об этом и сказал, «Слушайте, вот что я собираюсь сделать. Я дам каждому из вас три миллиона долларов, если вы будете молиться, чтобы я попал в рай». Они поговорили об этом, посмотрели друг на друга и сказали, «Ну, три миллиона долларов – это неплохо». Они говорят, «Хорошо, мы это сделаем». Он написал завещание, и они все подписали его. Шесть месяцев спустя священник, раввин и поп получили уведомление, что скряга при смерти. Они пошли к нему. Он посмотрел на них и сказал, «Хорошо, я дам вам деньги». Но тут он начал думать об этом. К нему пришла мысль. «А что, если откроют нечто такое, что возвратит меня из мертвых? Меня исцелят, вылечат. Я больше не буду мертвым. Если я дам вам свои деньги сейчас, у меня ничего не будет, когда я вернусь». Но он не был уверен, поэтому сказал, «Хорошо, вот что я сделаю. Я дам каждому из вас по пять миллионов долларов вместо трех на одном условии. Когда я умру, и вы будете проходить мимо моего гроба, каждый из вас должен положить миллион долларов в гроб с тем, чтобы если я вернусь, и будет открыто что-то для моего излечения и возвращения из мертвых, у меня было бы достаточное количество денег». Они посмотрели на него как на сумасшедшего, обговорили это и сказали, «Ну и черт с ним. Четыре миллиона лучше, чем ничего». И они согласились. Наконец-то он умер. На похоронах его ящик лежал открытым, и все проходили мимо и смотрели. Поп прошел мимо грома, посмотрел на скрягу и сказал, «Ну, сукин сын, я не знаю, что я делаю и что ты собираешься делать с деньгами, но слово есть слово». И он бросил миллион долларов в гроб. Следующий священник подошел и сказал, «Да, это все безумие, но ты этого хотел, ладно». И он бросил миллион долларов в гроб. Потом Райвин посмотрел на это все и сказал, «Должно быть какое-то решение». Этот Райвин ходил навстречу Паджняну Марге, и он работал по своей интуиции. И так он подошел, посмотрел на деньги в ящике. Он вытянул чековую книжку, выписал чек на три миллиона долларов, забрал два миллиона долларов наличными и сказал, «Когда они найдут лекарства для тебя, ты сможешь обналичить свой чек». Разве с нами не так же? Мы всегда воображаем, что кто-то исцелит нас. Мы идем навстречу со всеми этими хиллерами, психологами, медиумами, ко всем в округе. Мы хотим совета на психологических чтениях. Мы хотим знать, что с нами произойдет. Что с вами может произойти, если в первую очередь вы не рождались? У вас нет истории. Вы есть чистое сознание. Забудьте об исцелениях. Забудьте о психологии. Забудьте о прорицателях и медиумах. Смотрите в себя за ответами. Все находится внутри вас. Учитесь быть безмятежными. Ищите, кто взволнован, кто боится, кто несчастлив, кто в депрессии, кто болен. И вы скажете «Я». Но кто «Я»? И отслеживайте «Я» до его источника. Тогда «Я» исчезнет само. И придет осознание, что вы есть абсолютная реальность. И что все хорошо. И что все разворачивается, как должно. Есть только одна причина человеческих страданий. И она в том, что люди отождествляются с феноменом ум-тела. Это единственная причина. Другой причины нет. Я знаю, вы можете представить много причин, но они не настоящие. Если лишите свое тело ума и избавитесь от него полностью, останется ли кто-то, чтобы страдать? Вы должны спросить себя, кто видит страдания. «Я» вижу. Так кто этот «Я», который видит страдания? Обнаружьте. Отслеживайте «Я» и видите, кто страдает. Есть какие-то вопросы по этому? Что это значит «отслеживать Я»? Это означает пребывать в вашем истинном «Я». «Я» – это ваше истинное «Я». Оно начинается как эго, но вы отслеживаете «Я» и оно становится вашим истинным «Я». И у истинного «Я» нет существования. Поэтому оно становится ничьим, пустотой, пространством. Как классная доска. Все происходит вокруг нее, но она сама не затронута. Вот что означает «отслеживать Я». «Я» становится вашим истинным «Я» и вы пребываете в вашем истинном «Я». «Роберт, может быть, вы объясните самоисследование?» «Это, может быть, объяснит отслеживание «Я» мысли». Они знают о самоисследовании, не так ли? «Вы понимаете, как страдание следует за «Я» мыслью?» «Я» могу тонко понять это. Безэгосность во всех вещах. Правильно, нет причины существования. Если нет причины существования, нет причины для страдания или чего-то еще. Это просто не имеет причины. Это ниоткуда не пришло. История, как сон. Она никогда не существовала. Когда вы возвращаетесь в безэгосность, вы в покое с собой и миром, поскольку осознаете, что вы есть мир, вы есть Вселенная. Вся Вселенная излучается из вашего ума. Когда ваш ум останавливается, Вселенная останавливается, и есть только истинное «Я». Истинное «Я» возникает, как осознание блаженства, как «Я» есть. И это ваша истинная природа. Роберт, пока мы не придем к этому осознанию, мы не узнаем истинное «Я», это правда? Нет, не правда. Вы всегда знаете истинное «Я», только вы не впускаете его. Вы принимаете что-то другое. Вы признаетесь, что не знаете истинное «Я», но это неправда. Просто отпустите все ваши сомнения, и истинное «Я» будет сиять снова. Не верьте, что вы не знаете истинное «Я». Не задавайте слишком много вопросов. Осознайте это. Станьте этим, поменяйте свои сомнения на покой. «Я» есть истинное «Я», которое всегда существовало и всегда будет существовать. Оно никогда не прекратит существовать. «Я» есть чистая разумность, абсолютная реальность, сознание, пустота, пространство. «Я» есть, то «Я» есть. Это ваша истинная природа. Признайтесь в этом себе. Не говорите себе, что вы не истинный «Я», потому что вы лжете. Это все равно, что сказать «Солнца нет», потому что тучи, скрываю солнце, и вы утверждаете неистово, говоря, «Посмотри, Роберт, солнца нет, оно не существует». Но если я подниму вас на самолете над тучами, солнце есть. То же самое с нами. Мы настолько закрыты заблуждением, что верим, что не являемся истинным «Я». Будьте безмятежны и знайте, что «Я» есть Бог. Поэтому вы просто должны побыть безмятежными достаточно долго и знать, и все будет хорошо. Но знаем ли мы до этого? «Да когда?» «До того?» «Тогда нет. Нет времени, когда бы вы не были истинным «Я». Я изучал этот вопрос. Смотрите, когда мы спим, истинный «Я» ничем не отличается. «Я» есть всегда одно и то же, потому что, когда вы просыпаетесь, то говорите «Я спал». Кто спал? Я спал. Кажется, я отождествляю «Я» есть сознанием, когда мы говорили о сознании раньше. Скажем, к примеру, истинный «Я» между мыслями является «Я» есть. Это сознание, и все же, когда я сплю, сознания нет, ничего нет. То есть «Я» просто ничто. Вы думаете, что ничего нет. Но когда вы просыпаетесь, то говорите «Я спал». «Я» всегда присутствовало. «Я» есть всегда присутствует. даже когда вы спите. Только вы не осознаете этого. Но когда вы становитесь просветленным, вы осознаете даже когда спите. «Я» пытаться. Лучше будет, если вы скажете так. «Когда я сплю, кто осознает истинный «Я»?» Задайте себе этот вопрос. «Когда я сплю, кто осознает истинный «Я»?» И вы осознаете «Я» есть. Вы всегда осознаете истинный «Я», кроме времени, когда спите. Там вы не осознаете его, но все равно оно есть. Роберт, это потому, что когда вы спите, сознание не связано с физическим мозгом. Так ли это? Нет. Физический мозг не имеет к этому никакого отношения. Когда вы спите, вы спите точно так же, как когда вы пробуждены. Состояние бодрствования точно такое же, как и состояние сновидения. Поэтому мы не говорим, что это только потому, что мы на связи с мозгом. Это потому, что мы заблуждаемся, веря, что мы не истинный «Я». Вы это упрощаете. Мозг не имеет к этому никакого отношения, потому что мозг – это часть тела. Если тело не существует, мозг тоже не существует. Когда вы спите, мозг отдыхает, тело отдыхает. Но вы все равно пребываете истинным «Я». Вы всегда пребываете истинным «Я», только не осознаете этого. что происходит с сознанием, которое… Ничего. Оно все равно есть. Просто как сейчас. Давайте возьмем состояние бодрствования. Вы говорите, что происходит с реальностью, когда я пробужден. Реальность все так же есть. Но вы все еще верите в тело и ум. Точно так же, как я приводил вам пример голубого неба. В действительности нет ни неба, ни голубого. В действительности нет ни тела, ни кого-то, чтобы быть неосознающим. Когда вы пребываете в сознании в состоянии бодрствования, поможет ли это вам действительно осознавать сон и состояние глубокого сна? Да, поможет. Потому что есть только одно состояние. В некоторых книгах Раманы говорится, что когда вы пребываете в истинном «я», все больше и больше ваш глубокий сон становится сознательным. Да. Однажды я был в глубоком сне, и я как бы осознавал. Я действительно осознавал, что я был в глубоком сне. И это было как находиться в пещере. Было как бы осознавание. Это было очень странно. И это хороший признак. Так оно и есть. Когда вы становитесь реализованным. Это было как очень сладкое блаженство. Не мощный экстаз, а что-то вроде заднего плана. Что-то вроде неуловимой, но очень сладкой благости. Это было как находиться в пещере. Это выглядело как пещера, и это было так, будто спишь, хотя и пробужден. Это просто картина, которую вы нарисовали себе. Но когда вы пробуждены, то будете пробуждены во всех трех состояниях. В глубоком сне, сновидении и бодрствовании. То есть, если мы сможем удержать эту позицию сознания, которая у нас есть на сатсанге, если мы сможем поддерживать чистое сознание, без добавления всего ума к нему, и утвердимся в этом, тогда это будет и это пребывание истинным я. Правильно. То есть, вот и все, что оно есть в действительности. И это все. Прямо в эту минуту мы являемся этим, если мы не прибавляем «я» сверху. Именно так. И поэтому не унижайте себя, не говорите «я не сознаю свое истинное «я», я не знаю, кто я есть». Осознайте истину именно так, как вы только что сказали. И вместе с тем, на данный момент, мы пребываем истинным «я» без ума. Мы не можем сказать, что мы есть реализованный Бог, потому что есть определенный процесс, который происходит фактически. Правильно? Лучше ничего не говорить. Да, потому что есть процесс, который происходит по мере того, как человек утверждается в этом. Что-то происходит. Каждый раз, когда вы говорите «я не реализованный Бог», вы тянете себя назад. Но, как сказал Нерада, не дурачьте себя. Вы должны идти по срединному пути, на грани лезвия, между реализацией и нереализацией. То есть, по сути, мы зависаем в отношениях с сознанием и в связях с сознанием. И мы просто чистые сознания, без добавления всех этих связей сверху. Правда. Вот и все. Вот и все. Роберт, на самом деле, это тело-ум никогда не будет пребывать в истинном «я»? Нет. Потому что это ложно. То есть, когда я говорю «я пребываю в истинном «я», когда я делаю это предположение», это означает скорее выражение, чем бытие. И это выражение. Это означает «я есть» пребывает в истинном «я». «Я есть»? «Я есть». То же самое, что и истинное «я». Это выражение, как вы сказали. Но когда вы говорите «я есть», вы не говорите о вашем теле. И не об уме. И не говорите о вашем уме. Вы говорите о вашем истинном «я». Это как сказать «я есть» это «я есть». То же самое. «Я есть» пребывает в истинном «я». «Я есть» это «я есть». Эти слова притягивают вас ближе к этому состоянию. Да, это как бы процесс уничтожения вашего эго «я». Можно так сказать. Поэтому вы не должны говорить ничего негативного о себе. Никогда не говорите ничего плохого о себе. Всегда говорите «я пребываю истинным «я». Я есть» истинное «я». И тогда кто-то может сказать вам «это «я» может сказать». Нет, я не есть это, потому что я чувствую проблемы. Тогда вы практикуете самоисследование. И задаете себе вопрос «кто чувствует проблемы?» Кому они приходят? И возвращаетесь к пребыванию истинным «я». Единственная причина, по которой существует карма, в том, что вы считаете себя телом. Однажды вы осознаете, что тела нет. Для кого есть карма? Карма для тела, не для вашего истинного «я». Но пока вы не верите в это, карма есть. Роберт также объяснял нам, что самая реализация снимает вас с колеса. Роберт, когда мы спим, мы ближе или дальше? Ближе. Самая реализация – это как быть в состоянии глубокого сна. Только в глубоком сне вы осознаете. Вы осознаете блаженство. Поэтому, когда вы в глубоком сне, вы в блаженстве, но вы не осознаете этого. Вот и все. Теперь, когда мы на сатсанге, и у нас есть чувство преданности, скажем, мы приходим на сатсанг, чтобы развивать что-то, достигать чего-то, чего мы не получаем, когда одни или в мире, когда мы приходим на сатсанг и чувствуем что-то, чувство преданности, «Это истинное я?» «Это истинное я, которое пытается возникнуть. Да, это истинное я». Старайтесь пребывать в этих чувствах. Сейчас, когда мы спим, все равно это больше, это как бы без эмоций. Потому что вы спите и не осознаете. Но если бы вы осознавали, то были бы в блаженстве. Но это было бы другое, не то чувство, которое у нас есть при преданности. Нет, это была бы самореализация. Иначе говоря, чувство, которое я получаю, это любовь ко всему. Хорошо, и все же, когда я сплю, это не как любовь. Откуда вы знаете? Да, но я не знаю. Вы спите? Да, в этом-то все дело. Я пытаюсь сказать, это ли то, что есть чувство? Чувство любви пребывает, когда вы спите, только вы не осознаете его, потому что вы неосознанны. Когда вы просветлены, тогда вы осознаете, что спите. И тогда вы понимаете, что это просто называется сон. Но вы в любви, вы в блаженстве. То есть эта любовь есть истинное я? Любовь – это истинное я. Но мне на ум приходит, вы спрашиваете, кто любит. Зачем вам это спрашивать? Чтобы не вводить себя в заблуждение. Видеть, что это реально, или что это очередная игра ума. Это только в том случае, если вы любите свой диктофон больше, чем все остальное. Тогда вы задаете себе вопрос. Кто любит мой диктофон? И вы понимаете, что это ваше эго. Как только эго упразднено, остается только диктофон. Точка. Роберт, даже эгоистичная, корыстная любовь, или любовь няни к людям или объектам, для меня это должно быть любовь истинного я, которая неверно направлена. Да, правильно. Что бы вы ни делали в жизни, будь вы мошенник или грабитель банков, в действительности, это попытка найти себя. Поэтому эти люди такое делают. Все мы неумышленно ищем истинное я, но мы не знаем этого. То есть, каждое желание, которое привлекает меня, это истинное я? Да, каждое желание, каждое стремление, это поиск истинного я. Но вас неверно направляет. И что мы делаем с самоисследованием? Это идем углубляемся больше в дыру? Вы выходите за пределы сознательного и прыгаете глубоко, как когда вы погружаетесь в океан. Вы погружаетесь все глубже и глубже, пока не окажетесь на связи с реальностью. Это хорошо. Роберт о том, когда Джняни говорит о всезнании и говорит «Я всезнающий». Всезнание. Он должен знать все. Он должен знать все мирские знания. Но не это подразумевается в таких утверждениях Джняни, правильно? Ваша правда. Всезнание – всевидение. Для Джняни значит быть во всем, но не обязательно знать, что происходит в Китае. Всезнание – это другой вид всезнания. Потому что в наши дни люди используют всезнания. Они говорят, что они медиумы. Да. Они думают, что они медиумы, они очень осведомлены и как бы думают, что это форма всеведения. Но мы не это называем Джняни. И это ограниченная форма всезнания. Всезнание – это то же самое, что и все присутствие? Всезнание – это знание всего. Всезнание. Всеприсутствие – это то же самое на самом деле. Это присутствие. Вы всегда присутствуете. Разве это не одно и то же? Это так же, как и всемогущество, всеведение, вездесущность. Вся сила, все знания как бы присутствуют везде одновременно. Вы говорили, что это не обязательно знание того, что происходит в Китае, но это знание единства всего. Да, это будто бы вы становитесь камнем. Но вы спите на камне. Потому что у камня нет силы двигаться. Но вы стали камнем. Когда вы всеприсутствие, вы камень? Да, вы становитесь камнем, но вы не осознаете этого. Вы просто чистое, неосознаваемое осознавание. То есть вы ничего не осознаете, точно? Вы на верном пути. Вы просто бытие. Чистое бытие. Абсолютное бытие. Вы есть все. Это каким-то образом похоже на то, как когда вы спите, вы расширяетесь во сне, и в этом сне вы знаете, что происходит во сне. Но вы спите. Так же из жняни, который всеприсутствует, все знает. Вы есть все, но вы не осознаете все. Тогда вы осознаете пребывание. Вы осознаете пребывание. Просто пребывание. Есть ли способ осознавать все? Пока вы несете тело, вы не будете осознавать ничего другого. Потому что ваш мыслительный процесс не будет позволять это. Кажется, что если вы осознаете это, все является иллюзией, чтобы осознавать это. Правильно? Когда вы покидаете свое тело, то же самое. Когда вы покидаете свое тело, нет разницы. Вы немного расширяетесь. Роберт, как такое может быть, что буддист говорит, что веданта заблуждается, потому что они ищут Брахмана и истинный Я, и что нет ни Брахмана, ни истинного Я, и используют другую терминологию. Пустота всех вещей. Это тоже, что истинный Я, когда это происходит? Они правы, потому что нет ни Брахмана, ни истинного Я. Это просто слова для описания. Очень легко перепутать эго-Я с реальным Я. Поэтому мы обсуждаем это, потому что эго-Я – это Я, и когда Я исчезает, оно становится Я есть. А Я есть – это чистая пустота, нирвана. Роберт, когда вы сказали, что лучший способ помочь другим – это познать истинный Я. То есть, когда вы знаете истинный Я, то становитесь другими людьми. Узнать, что такое истинный Я. Какое Я мы должны познать? Кажется так иногда, что я знаю, что это такое, а затем забываю. И теперь это возвращается ко мне, я чувствую это. Если у меня есть чувство любви, это будто оно становится расширяющимся. Я могу понять, что это означает. Вы становитесь всем, и все становится вами, что бы это ни было. То есть, самореализация – это осознавание или единство со всем? Всегда помните, что если вы знаете, что это, и это не оно. Потому что ограниченный ум не может узнать. Это за пределами ограниченного. Поэтому, когда вы думаете, что вы знаете, задайте себе вопрос, «Кто знает?» И вы снова возвращаетесь к своему эго. Только эго может знать. А что, если вы говорите, «А кто его знает?» И это хорошо. А что касается реализованных существ? Когда кто бы перед ними не оказался, они знают все об этих людях. Не только, что есть их истинное «я», потому что оно такое же, как и их собственное истинное «я», но и о высокомериях эго и конфликтах ума? Вы не обязательно должны быть реализованными, чтобы делать это. Да, я это понимаю. То есть, и такое происходит, что берется точка зрения от существа, которое считается реализованным. Такой человек может отметить, когда это спонтанно что-то в другом человеке, и это повернет его на духовный путь. Как Иисус исцелял других. Но настоящему реализованному не нужно заниматься этим. За счет самого его присутствия происходят изменения. Но не все являются восприимчивыми и открытыми. Это как милость. Милость Бога всегда доступна, но только некоторые могут ее взять. То есть, иногда мне кажется, что эта милость расширяется, и затем может быть сделано какое-то действие с тем, что этот человек может обрести больше понимания. И, возможно, эффекта не будет сразу, но потом, в будущем, в жизни этого человека через шесть месяцев или год, эффект может произойти. И это возможно. Но, опять-таки, реализованный человек не вмешивается ни в чью карму. Если люди готовы, они тоже становятся реализованными. За счет одного присутствия. Опять-таки, как с Раманой. Мы возвращаемся к Рамане. Люди приходили к нему со всех концов страны и говорили, «Я посмотрел на вашу фотографию и исцелился. Вы исцелили меня. Я заработал миллион долларов. Вы сделали это». Случалось то одно, то другое. Рамана смотрел на своего помощника, который махал веером, и говорил, «Почему они всегда говорят мне, что я сделал эти вещи? Я ничего не делал». Но, возможно, это сделала его милость. Это возможно. Потому что он мог давать даршан. Но он не мог осознавать это. Потому что, чтобы осознавать это, должен оставаться кто-то, чтобы осознавать. Но он мог делать это неосознанно. Да. Он ничего не говорил людям, которые приходили к нему? Нет. Даже если это его милость, вы должны понимать, что все есть одно. Тогда чья это милость? Правильно. Чья это милость? Ваша. Все является вами. Это похоже на истории, когда человек прикоснулся к одежде Иисуса и исцелился. А Христос всегда говорил, «По вере вашей да будет вам». Вы не думаете, что человек, который сильно хочет исцелиться, почти исцеляет себя? В этом вся суть. Все есть истинное Я. И Рамана был истинным Я. Они говорили, «Рамана, ты сделал это». И это правда. Потому что они сделали это сами. Потому что они – это они. Суть в том, что по-настоящему реализованный человек ничего не делает. Это даже не так, что он реализованное существо. Он скорее реализованное несущество. Хорошо. Мы всегда думаем на основании реализованного существа Раманы, что если он есть тело, и идея об истинном Я – есть одно. Роберт рассказывал историю про одну женщину. Он и она – одно. Исцеление и истинное Я – одно. И Рамана и истинное Я – есть одно. И что истинное Я… Видите ли, я всегда пытаюсь постигнуть это истинное Я своим умом. И именно здесь я теряюсь. Но сейчас я знаю, что если я погружаюсь глубже в ум, тогда ум, интуиция, сердце и тому подобное, тогда я не могу объяснить. «Ой, это…» Другими словами, он осознал не Я. Он осознал, что нет никакого Я. Он осознал ничто. И все растворяется в огромной мистерии. Правильно. И тогда все, что будет происходить, будет происходить спонтанно. Рамана был простым, скромным человеком. Люди приходили к нему со всеми своими проблемами в течение всего дня. «Помоги мне, помоги мне преодолеть это». В конце дня он, бывало, смотрел на своего помощника и говорил, «А к кому мне идти за помощью? Они все приходят ко мне». Одна из моих самых любимых историй про одного свами, который мог исполнять фокусы или магию. Он жил возле ашрама. Многие люди на своем пути к свами останавливались по дороге, чтобы увидеть Махарши. Они просто заглядывали к нему, потому что тоже слышали про него. И он сказал одному из его преданных, потому что у него были проблемы со ступнями, «Натирая мои ступни постоянно, и они будут видеть, что я просто старый больной человек и остают меня в покое». В реализованном человеке нет ничего особенного. Роберт, кажется, что с маленьким пониманием в кавычках. Если есть няня или кто-то приближается к нему, это кармически. Все кармически. Все карма. Да, да, это правда. Как ни странно, это факт, что присутствует лицемерие по поводу этой цитаты о Высшем Я, потому что в присутствии джняни может быть что-то вроде ускорения, каталитический эффект. И это тоже правда. И это тоже кармически. Тоже верно. В зависимости от открытости ученика преданного. Да, учение полно противоречий. Это верно, Вы правы. Все это правда. Так, Роберт, мы действительно вступаем в битву со своей кармой? Столкновение с нашей невежественностью, правда? Если Вы так говорите, да будет так. Вы видите, поэтому я подчеркиваю снова и снова, что мы должны развивать огромное смирение, огромное сострадание и любовь. Не выделывать фокусы, обладать всеми этими ситхами, способностями и материализовывать разные вещи. Любой может научиться этому, если достаточно попрактиковаться. Как выражать эти вещи? Выражать что? Сострадание и любовь. Будучи своим истинным «Я». Если Вы становитесь истинным «Я», это автоматически. Если Вы пребываете истинным «Я», Вы должны иметь сострадание и любовь сначала к себе. И это Вы делаете, отпуская Ваши мысли. При контроле своих мыслей сострадание, любовь и смирение приходят сами по себе. Все всегда возвращается к этому. Возвращается к Вам. Вы не можете развить достаточно любви сами. Это должно прийти изнутри Вас. Так кажется же, что мир оказывает очень сильное влияние на Вас. И Вы должны пытаться сопротивляться этому каждый день, практикуя эти вещи. Поэтому я дал Вам эти принципы. Вы должны постоянно вспоминать, каждый день. И вскоре это станет автоматическим. Я чувствую, что это очень важная медитация, чтобы помочь Вам. Поскольку то, что она делает, идёт глубоко в подсознание. И довольно скоро она начинает делать Вас, вместо того, что Вы делаете её. Это действительно помогло многим людям увидеть путь. Как Вы это делаете? Вы расслабляетесь с помощью дыхания. Вы вдыхаете и говорите «Я». Вы выдыхаете и говорите «Есть». Теперь Вы можете делать это и на протяжении всего дня. Когда Вы ведёте машину или автобус, моете посуду, готовите ужин, обед или завтрак, Вы можете наблюдать за своим дыханием и делать «Я.Есть» медитацию вместе с дыханием. Давайте сделаем это вместе. Сядьте, чтобы Вам было удобно. Вы можете закрыть глаза, чтобы устранить помехи. Наберитесь хорошего ощущения в себе. Расслабьте своё тело. Убедитесь, что каждая часть вас расслаблена. Вы можете начать со своих колен. Расслабьте свои колени. Расслабьте всё ниже колен. Ваши ступни, пальцы ног. Расслабьте всё над коленями. Ваши бёдра. Расслабьте плечи. Расслабьте плечи, шею. Расслабьте. Расслабьте заднюю часть головы. Расслабьте верхнюю часть головы. Ваш лоб. Расслабьте. Лицо. Расслабьте. Расслабьте. Каждая часть теперь полностью расслаблена. Сосредоточьте ваше внимание на дыхании. До того, как вы займетесь «я есть» медитацией, вы можете попрактиковать випассану медитацию, буддистскую медитацию, где вы наблюдаете за своим дыханием. Понаблюдайте за своим дыханием. Понаблюдайте за ощущениями в вашем теле. Просто смотрите. Не реагируйте на них. Например, если у вас болит бедро, смотрите, не реагируйте на это, наблюдайте это. И в то же время наблюдайте за своим дыханием. Не заставляйте себя дышать, просто дышите естественно. Если вы потерялись в своих мыслях, как только вы словили себя на этом, возвращайтесь к своему дыханию. Не унывайте. Не выгоняйте насильно свои мысли. Игнорируйте их и возвращайтесь к наблюдению за вашим дыханием. Теперь задайте себе вопрос. Кто наблюдатель? Кто наблюдает за моим дыханием? Конечно же, ответ «Я». Теперь вместе с дыханием начинайте медитацию «Я есть». Вдохните, как обычно, и скажите «Я». Выдохните и скажите «Есть». Дышите естественно, не делайте акцент на дыхании. Дышите, как обычно. «Я есть». «Я вдох», «Есть выдох». Если ваш ум волуждает, не зритесь на себя. Просто мягко возвращайтесь к «Я есть» и игнорируйте свои мысли. Помните любить ваше истинное «Я». Поклоняться истинному «Я». Молиться истинному «Я». Потому что Бог пребывает в вас, как вы. Ом Шанти, покой. Рад, что вы смогли прийти.